Доктор Сидел в кресле, покачивал своей шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них в гостиной и в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени. Молчание было прервано Ольгой Ивановной. «Более ужасного несчастья и придумать нельзя», — сказала она, не оборачиваясь от окна. «Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены». «Да, я знаю это», — сказал доктор. «Никакой цены», — повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул. «Он для меня все. Он моя радость, мое счастье, мое богатство. И если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он умрет, то от меня останется одна только тень. Я не переживу!» Ломая руки, Ольга Ивановна прошлась от одного окна к другому и продолжала. «Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом. Вы это помните? Но, боже мой, разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена, но... Но теперь я мать, понимаете? Я мать и больше знать ничего не хочу! Между теперешним и прошлым целая пропасть!» Наступило молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты. «Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды!» Сказала хозяйка, оборачиваясь. «Что же вы молчите?» «Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга, но ее нет», — ответил Цветков. «Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают». «Николай, вы уверены в том, что не ошибаетесь?» «Такие вопросы ни к чему не ведут. Я готов отвечать сколько угодно, но от этого нам не станет легче». Ольга Ивановна припала лицом к оконной драпировке и горько заплакала. Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной. Затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать. «Послушайте, Ольга», — начал он, — «уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас кое о чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом, после». Он опять сел и задумался. Горький, умаляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую, к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс. «Миша, болит голова?» — спросил он. Миша ответил не сразу. «Да, мне все снится». «А что ж тебе снится?» «Все». Доктор, не умевший говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал. «Ничего, бедный мальчик, ничего, на этом свете нельзя прожить без болезней. Миша, кто я, ты узнаешь?» Миша не отвечал. «Очень голова болит?» «Очень. Мне все снится». Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор неспеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом. «Зажечь огонь?» — спросил Цветков. Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука, точно весь мир, заодно с доктором, думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное и стомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего одуряющего мигрения. «Николай Трофимович», — позвала она. «Послушайте, а если позвать консилиум?» «Хорошо, я приглашу. Завтра». По тону доктора легко было судить, что он плохо верил в пользу консилиума. Ольга Ивановна хотела еще что-то спросить, но рыдания помешали ей. Она опять припала лицом к драпировке. В это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшего на дачном кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты. «Если он страдает, то почему же он молчит?» — спросила Ольга Ивановна. «За весь день ни звука. Он никогда не жалуется и не плачет. Я знаю, я знаю. Бог берет от нас этого бедного мальчика, потому что мы не умели ценить его. Какое сокровище!» Оркестр кончил марш, и минуту спустя для начала бала заиграл веселый вальс. «Господи, да неужели ж нельзя ничем помочь?» — простонала Ольга Ивановна. «Николай! Ты, доктор, и должен знать, что делать! Поймите, что я не переживу этой потери! Я не переживу!» Доктор, не умевший говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. Прошел ряд томительных пауз, прерываемых плачем и вопросами, которые ни к чему не ведут. Оркестр успел уже сыграть кадриль, польку и еще кадриль. Стало совсем темно. В смежной зале горничная зажгла лампу, а доктор все время не выпускал из рук шляпы и собирался сказать что-то. Ольга Ивановна несколько раз уходила к сыну, сидела около него по получасу и возвращалась в гостиную. То и дело она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось, и вечер, казалось, не имел конца. В полночь, когда оркестр сыграл котельон и умолк, доктор собрался уезжать. — Я завтра приеду, — сказал он, пожимая холодную руку хозяйке. — Вы ложитесь спать. Надевший в передний пальто и взявший в руки трость, он постоял, подумал и вернулся в гостиную. — И я, Ольга, завтра приеду, — повторил он дрожащим голосом. — Слышите? Она не отвечала и, казалось, от горя потеряла способность говорить. В пальто и не выпуская из рук трости, Цветков сел рядом с ней и заговорил тихим нежным полушепотом, который совсем не шел к его солидной тяжелой фигуре. — Ольга, во имя вашего горя, которое я разделяю, теперь, когда ложь преступна, я умоляю вас сказать мне правду. Вы всегда уверяли, что этот мальчик — мой сын. Правда ли это? Ольга Ивановна молчала. — Вы были единственной привязанностью в моей жизни, — продолжал Цветков, — и вы не можете себе представить, как глубоко мое чувство оскорблялось ложью. Но прошу вас, Ольга, хоть раз в жизни сказать мне правду. В эти минуты невозможно лгать. Скажите, что Миша не мой сын. — Я жду. — Он ваш. Лица Ольги Ивановны не было видно, но в ее голосе Цветкову послышалось колебание. Он вздохнул и поднялся. — Даже в такие минуты вы решаетесь говорить ложь, — сказал он своим обыкновенным голосом. — У вас нет ничего святого. — Послушайте, поймите меня. В моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлый, но кроме вас я в жизни никого никогда не любил. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь стар, составляет единственное светлое пятно в моих воспоминаниях. Зачем же вы затемняете его ложью? — Я вас не понимаю. — Да, боже мой! — воскликнул Цветков. — Вы лжать! — Вы отлично все понимаете! — крикнул он еще громче и зашагал по гостиной, сердит, размахивая тростью. — Или вы забыли? Так я же вам напомню. Отеческие права на этого мальчика в одинаковой степени разделяют со мной и Петров, и адвокат Куровской, которые так же, как и я, до сих пор выдают вам деньги на воспитание сына. — Да-с, да-с! Все это мне отлично известно. Я прощаю прошлую ложь. Бог с нею. — Но теперь, когда вы постарели, ну, в эти минуты, когда умирает мальчик, ваше лганье душит меня! — Как я жалею, что не умею говорить! Как жалею! Цветков расстегнул пальто и, продолжая шагать, говорил. — Ох, дрянная женщина! На нее не действуют даже такие минуты! Она и теперь лжет так же свободно, как и девять лет тому назад в ресторане «Эрмитаж». Она боится, что если откроет мне истину, то я перестану выдавать ей деньги? Она думает, что если бы она не лгала, то я не любил бы этого мальчика? — Ох, вы лжете! Послушайте, это низко! Цветков стукнул тростью по полу и крикнул. — Это гадко! Изломанное, исковерканное создание! Вас надо презирать! Я должен был бы стыдиться своего чувства! Да! Ваша ложь во все девять лет стоит у меня поперек горла! Я терпел ее, но теперь довольна! Довольна! Из темного угла, где сидела Ольга Ивановна, послышался плач. Цветков замолчал и крякнул. Наступило молчание. Доктор медленно застегнул пальто и стал искать шляпу, которую он уронил, шагая. Я вышел из себя, бормотал он, низко нагибаясь к полу. Совсем выпустил из виду, что вам теперь не до меня. Бог знает, чего наговорил. Вы, Ольга, не обращайте внимания! Он нашел шляпу и направился к темному углу. — Я оскорбил вас, — сказал он тихим нежным полушепотом. — Но еще раз умоляю вас, Ольга, скажите мне правду. Между нами не должна стоять ложь. Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петров и Куровский не составляют для меня тайны. Стало быть, вам теперь легко сказать правду. Ольга Ивановна подумала и, заметно колеблясь, сказала — Николай, я не лгу, Миша ваш. — Боже мой! — простонал Цветков. — Боже мой! Так я же вам больше скажу. У меня хранится ваше письмо к Петрову, где вы называете его отцом Миши. — Ольга, я знаю правду, но мне хочется услышать ее от вас. Слышите? Ольга Ивановна не отвечала и продолжала плакать. Подождав ответа, Цветков пожал плечами и вышел. — Я завтра приеду! — крикнул он из передней. Всю дорогу, сидя в своей карете, он пожимал плечами и бормотал. — Как жаль, что я не умею говорить. У меня нет дара убеждать и уверять. Очевидно, она не понимает меня, если лжет. Очевидно. Как же ей объяснить-то? Как? — Как? Все отчетки думали цветочку. Как? ydар 掉 ですか. Продолжение следует...